Мурад Малим, сейчас взгляд из Азербайджана, если можно, на евровыборы. Да, ну, конечно, мы внимательно следим, в отличие от Соединенных Штатов Америки, за тем, что происходит в Европе. Она географически ближе и, честно говоря, от прежнего состава Европейского парламента нам досталось достаточно, когда они, вопреки здравому смыслу, международному праву, вмешивались во внутренние дела Азербайджана. Ну и получили по заслуге. Разумеется, конечно же, мы об этом тоже скажем. Вмешивались в отношения наши между Арменией и Азербайджаном. И, конечно же, это все было безрезультатно. И я скажу, что, помните, мы говорили, что в основном вся эта деятельность, антиазербайджанская, проармянская, она более чем была связана с готовящимися выборами. И я думаю, что, может быть, после этих выборов новый состав более трезво будет оценивать ситуацию, интересы Европейского Союза на Южном Кавказе, и, исходя из этого, строить свою политику. Да, в этих выборах будут участвовать, если я ошибаюсь, 350 миллионов человек. Избирают 720 новых депутатов Европарламента. Сегодня уже первый день, как вы сказали, в Нидерландах началось. И до конца недели, в воскресенье, завершатся уже по всем странам. И вечером мы уже узнаем результаты. Прогнозы какие? Прогнозы в основном практически все аналитики говорят о том, что ультраправы одержат здесь достаточно большой перевес у них будет в результате выборов. И это связано с тем, что население Европы, членов Европейского Союза, недовольно политикой, которая проводится в этих странах. Особенно молодежь, люди среднего возраста. Молодежь стала жить хуже, чем их родители. Они об этом говорят. Им трудно уже снимать квартиры за прежние цены, которые были. Миграционная политика Европейского Союза, которая была проведена за этот период, в том числе этим Европейским парламентом, привела к ухудшению уровня жизни. И это, конечно, сказывается, в первую очередь, на настроении избирателей, что, в конечном счете, повлияет на результаты выборов. После выборов, что мы ждем? Я, как сказал, конечно же, мы ждем более трезвой оценки ситуации. Мы думаем, что будут формироваться новые структуры Европейского Союза. И они будут более серьезно, прагматично подходить к интересам Европейского Союза. А это очень важно для Азербайджана, потому что Азербайджан строит свои отношения с тем же самым Европейским Союзом на основе долгосрочных, важных, взаимных интересов. Поэтому, насколько эта организация будет адекватна, настолько для нас она приемлемая. Что скажу, с другой стороны, много говорят о Европейском парламенте, но нужно отметить, что деятельность Европейского парламента сама тоже ограничена. Вот интересно, в отличие от парламентов в стране Европы... То есть решение необязательное, да вы имеете в виду? Нет, я вам скажу, они не имеют права на законодательные инициативы. То есть парламент не может сам инициировать какой-то закон и принимать его. Он может только рассматривать те законы, которые пришлет ему Европейская комиссия, он ее подготовит, может ввести изменения и опять отправить Европейскую комиссию, Европейский Союз на утверждение. То есть самостоятельно она не функциональна, в отличие от других структур Европейского Союза, от других остальных важных структур Европейского Союза. Ну, будем надеяться, что пойдут более трезвые люди. И я думаю, что... Кстати, вопрос, это тоже нужно отметить, вопрос, связанный с экологической ситуацией. Вот многие вопросы, требования, которые поставил прежний состав Европейского парламента, особенно связаны с деятельностью фермеров в Европе. Там, если я не ошибаюсь, поставлена задача к 2035 году ликвидировать двигатели внутреннего сгорания у всех тракторов, комбайнов, фермеров Европы. А это дополнительная нагрузка на фермеров, и это тоже, конечно же, влияет на избирательный выбор их. Поэтому этот фактор, я думаю, что многие наблюдатели говорят, что новый состав, видимо, продлит этот момент. Ну, я почему затронул этот экологический состав, потому что... Там они от уголя отказывались, потом восстановили. Да, потому что это в какой-то мере связано с Азербайджаном, потому что мы готовимся к глобальному саммиту. У нас осенью КОП-29 будет связан с экологическими проблемами. В той или иной мере это тоже связано с мероприятием, которое мы будем проводить. Ну, в общем, опять-таки, я повторюсь, будем надеяться хороших результатов. И, Муран Малим, сейчас вот хотелось бы ваш взгляд, опять-таки, с точки зрения, может быть, юридического такого момента, происходящего через судебные издержки, если можно так сказать. До этого отметили очень важный фактор, вот именно с точки зрения юридического, потому что Соединенные Штаты Америки традиционно мы всегда считали, что там действительно три главные ветви власти, исполнительные, законодательные, судебные, действуют независимо, они не подпадают под влияние каких-либо политических сил и так далее. Но мы видим, сталкиваемся, сегодня она сталкивается с тем, что судебная власть уже подпадает под определенную политическую конъюнктуру. Я скажу, почему. Вот если мы начнем, я хочу отдельно поговорить и о суде над Трампом, и о суде над сыном Байдена. Значит, по поводу суда над Трампом. Очень интересные факты всплыли. Первое. Судья, оказывается, в свое время делал финансовую донату партии демократов. Там небольшая сумма была, но он все-таки финансировал это. Исходя из американских законов, это неприемлемо. То есть, один из основных принципов независимости судебных органов является беспрестрастность суда. То есть, уже беспристрастности судьи не может быть и речи, если он в свое время финансировал демократическую партию. Это запрещено законом. Это первое. Второе. Очень интересный факт то, что окружной прокурор Манхэттена и федеральный прокурор до сих пор никогда подобного рода дела не выносили на суд. То есть, впервые за историю в этом районе подобный суд. А там суд же идет о фальсификации документов. Там не идет о других вещах, о которых говорит пресса. Основной там выплаты были проведены за шантаж, и они были оформлены некорректно. Вот обвинение в этом заключается. Но самое интересное, федеральный прокурор, тоже их недавно выяснил, вообще не имел права участвовать на этом суде, выдвигать это обвинение. Почему? Он не является федеральным сотрудником. Исходя из законов Соединенных Штатов Америки, он должен быть федеральным служащим. Но он каким-то другим образом был поставлен туда, видимо, уже идет разговор о том, что, видимо, он был специально поставлен, чтобы поднять именно этот вопрос, вынести его на судебное решение. И здесь, когда Трамп выступает перед своими избирателями и говорит, что это специально подготовленная травля против меня, и когда вот такие факты есть, то уже избиратель начинает задумываться. И поэтому, когда вы говорите, что рейтинг Трампа не упал, не подействовал, люди понимают, что здесь есть какой-то подвохт. Вот это очень интересный, важный фактор. И один еще нюанс скажу. А когда предполагается вынесение приговора? Они специально назначили за 4 дня до съезда партии республиканцев, на котором, как ожидается, что Трамп будет выдвигаться как кандидатура республиканцев. То есть мы видим, насколько вот эти нюансы показывают... Ну, вы говорите, да, политизируются. Да, вот и политизируются. Хотя сегодня республиканцы уже заявили, что вне зависимости от вердикта суда Трамп будет нашим кандидатом. Но по практике подобного рода дел обычно такие заседания, такие приговоры бывают или же штрафами, штрафы заканчиваются, или же условными сроками. То есть за такие преступления никого не сажают. Вот один элемент, который показывает, что вот та американская система правосудия, она уже стала тоже инструментом политических интриг для решения определенных вопросов, связанных с выбором президента. Но параллельно появилось другое дело. Тоже очень интересное дело. Дело, связанное с сыном Байдера. Война судебных компроматов, так сказать. Там открылись новые-новые сенсационные материалы. Я рассказываю, чтобы зрителям было интересно. В свое время Хантер, он известно, что пользовался наркотиками и так далее. И когда он покупал оружие, он в анкете запомнил, что он не употребляет наркотики. Это запрещено согласно закону штата, где он это покупал. То есть наркоман не имеет права носить оружие. То есть он нарушил закон, и за это он несет уголовную ответственность. Но главное не это. Главное совсем другое. Дело в том, что в свое время Хантер Байден передал свой ноутбук на ремонт. И когда его ремонтируют, там нашли очень много компрометирующих материалов. И служащий инженер, техник, который работал с этим компьютером, передал эту информацию Федеральному бюро расследований. Экопию снял жесткого диска, себе сохранил. И когда это все всплыло, власти говорили, что там материалы сфальсифицированы. И в прессе это прошло, сфальсифицировано все. Но самое интересное то, что буквально вчера, если не ошибаюсь, позавчера на заседании суда официальный представитель ФБР под присягой заявил, что мы попросили Apple компанию, и с iCloud сняли информацию об этом компьютере. И вся информация, которая есть в этом компьютере, она является правдой. И здесь теперь судебная власть будет играть против демократов. И мы сегодня видим, что насколько судьба президентских выборов Соединенных Штатов Америки, а может быть и судьба мира, потому что очень многое зависит сегодня и война в Украине, и ситуация с Китаем, Тайванем, и ситуация на Ближнем Востоке, от того, кто будет находиться в Белом доме, зависит от судебной власти Соединенных Штатов Америки. Мы сейчас, как и отмечали в начале, называем войной судебных компроматов. И это впервые в истории предвыборной борьбы, когда, и вы отметили, фактически суд становится политизированным. Мурат Малин, но здесь такой момент про Дональда Трампа, вот говорит Андрей Коробков. И на самом деле взгляд был такой еще, когда он пришел, там речь шла, там банковский капитал, промышленный капитал, скандальная ситуация. Он действительно делал очень много непопулярных для истеблишмента шагов предпринимал. И тогда стали больше говорить, что здесь у него идет вообще отношение как к бизнес-проекту. То есть фактически он рассматривал, это даже вот то, что торговая война была с Китаем и инициировал, это рассматривал с точки зрения интересов бизнеса. Вот как сейчас вы видите эту ситуацию в свете предвыборной борьбы? Потому что там, ну, несколько месяцев всего до ноября же. Ну, Трамп же бизнесмен, он по сути своему бизнесмен. И придя к власти в Белый дом, он, конечно же, исходит из уже использованных ими принципов существования в обществе, в жизни. И в той же манере он реализует. Вот посмотрите о переговорах, которые он вел с Германией по поводу финансирования НАТО. Когда он заставил всех европейских стран, что вы должны платить 2% от вашего валового продукта за то, что НАТО, мы, американцы, в НАТО вкладываем 2%, англичане тоже, по-моему, 2%. Но немцы не платили это. И он поставил им условия. Исходя вот из, как бизнесмен, вы работаете с Россией, покупаете дешевый газ, у вас огромнейшие доходы, и вы должны заплатить нам. Если не заплатите, то мы уже пересмотрим свое отношение к НАТО. Ну вот, после этих слов, как говорит наш гость, уважаемая, либеральная пресса начала обвинять Трампа в том, что он якобы хочет разрушить НАТО и так далее и тому подобное. Но суть-то была в чем? Суть была в экономическом интересе Соединенных Штатов Америки. Такой же подход у него был и к Китаю, и, в общем, к своей мировой политике. Я думаю, что и у республиканцев тоже вторым номером идет Ники Хелли, тоже как бы запасным кандидатом, тоже достаточно много собирает голосов. И если какие-то будут фосмажорные ситуации с Трампом, я думаю, что Ники Хелли могут выдвинуть. Но, в общем, если посмотреть, на сегодняшний день пока что, по моим прогнозам, Трамп лидирует. И вот это судебное решение очень интересное. Оценку можно давать по результатам этого судебного решения. В день, когда присяжные признали его виновным, фонд Трампа собрал более 50 миллионов дотаций от лиц, которые до сих пор не платили фонду Трампа. То есть дополнительный. И после этого судебного процесса тоже идет рост дотаций финансовых. И это один из важных факторов, потому что финансовый фактор наличия фонда, это дает возможность для рекламы и так далее. Это большой показатель для того, чтобы победить выборы. Я думаю, что на сегодняшний день Трамп лидирует. Но Соединенные Штаты Америки, извиняюсь, такая страна, что до последнего дня невозможно знать, кто выиграет. Вот это очень важный фактор. И я думаю, что мы еще много компромата, наверное, услышим, увидим до выборов. Много интересных казусов, интриг, столкнемся с этим. Ну, во всяком случае, будет осенью что-нибудь интересное.